6 тысяч километров мусульманского хааджи именно столько самарские верующие преодолели за две недели паломничество по святым местам Саудовской Аравии. Автобусом, самолетом и снова автобусом. И вот, наконец, паломники вернулись домой. Прежде чем отправляться совершить паломничество, у нас несколько месяцев проводится обучение, как правильно совершить хаадж, как вести себя в той или иной стране, какие у них нравы и так далее. Жители Королевства Саудовской Аравии мусульмане. Поведение, одежда, передвижение в этой стране строго регламентированы. Как для местных жителей, так и для путешественников. Например, запрещено фотографировать людей из Дании. За помощью лучше обращаться к мужчинам на арабском языке. Смотреть на женщин вообще запрещено. Живут паломники не в пятизвездочных отелях, хотя и это возможно, а в обычных общежитиях. Многое изменилось, многое переосмысливаешь после этой поездки, потому что отношение к людям уже меняется. Терпение более терпение, более спокойнее становишься, на самом деле. Паломников встречают родные и друзья волнуются, все ли прошло хорошо. Ведь во время хаджа в Меке, в Давке, несколько сотен человек погибли. Самарцев, к счастью, эти события обошли стороной. Европейский сектор и российский блок, где мы, российские паломники, живем, находятся в очень удобном расположении, в частности, безопасности. Первый самарский, тогда куйбышевский паломник, отправился в хадж еще при Советском Союзе. Добирался в Меку окольными путями через Кипр. В этом году самарские верующие, кроме исполнения обязательных обрядов, побывали и на могиле пророка Мухаммеда в Медине. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.